Чай с медом. Польза и вред. Сегодня мы попробуем разобраться, насколько полезен или вреден горячий чай с медом. Рассмотрим, какую конкретно пользу и вред приносит он человеку. Также вы узнаете, можно ли похудеть при помощи этой терпкой, но любимой многими сладости. Среди множества напитков есть такие, пользы которых неоценимы для человеческого здоровья, и с этим не будут спорить даже завзятые скептики. К одному из таких напитков относится традиционный, но любимый многими чай с добавлением меда. Кроме этого, существует категория людей, которые ежедневно употребляют мед, полностью замещая им сахар, а кто-то, наоборот, использует эту янтарную жидкость только в качестве лекарства. Польза чая с медом. Еще издревле наши предки были осведомлены о лечебных свойствах меда, так как продукт считался панацеей от различных болезней, и люди, употребляющие эту янтарную жидкость, доживали до преклонных лет. Большинство из вас слышало, что при простуде необходимо и полезно пить чай с медом. Это совершенно верно. Этот целебный напиток настоятельно рекомендует при першении в горле после холодной пищи или напитков, и особенно в том случае, если человек промочил ноги и промок сам. В случае вирусного заболевания такой чай выступает в качестве вспомогательного средства к медикаментам, а еще лучше, если вы замените их чаем с медом, снижая риск возможных негативных последствий от приема лекарственных препаратов и помогая организму быстрее победить болезнь. Просыпаясь рано утром, взбодрить свой организм можно горячим чаем, который в холодное время года окажет тонизирующее и согревающее действие, придаст вам энергии, силы и ясный ум на целый день. От стресса. Если вы спите неспокойно и просыпаетесь очень рано, то чтобы снизить стресс для организма, обязательно выпивайте утром чашечку этого ароматного и целебного напитка, так как чай с медом полезен от стресса и снимает утреннее раздражение, что позволит вам снова позитивно смотреть на мир. Стоит отметить, что для тех, кто часто сидит за рулем автомобиля, такой целебный чай заставит каждый орган работать активнее. Нейроны начнут двигаться интенсивнее, помогая организму быстрее взбодриться. В наше время большинство людей проводят целые дни за компьютером. От этого в первую очередь страдают глаза, поэтому, чтобы уменьшить риск заболевания глаз, необходимо в день выпивать около трех чашек чая с медом. Известно, что этот напиток также используют в качестве средства от похмелья, так как в меде присутствует фруктоза, которая осуществляет расщепление алкоголя на продукты, не вредящие нашему организму. Другими словами, после хорошего застолья можно выпить чай или съесть несколько ложек меда. Так вы избавите себя от неприятных утренних последствий после изрядного количества выпитого алкоголя. И постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Полезные свойства медового напитка. Заваренный при невысокой температуре чай с медом сохраняет множество полезных свойств, важных витаминов и микроэлементов. Присутствует большое количество витамина В2, который избавляет от прыщей, перхоти, ломкости волос, повышенной чувствительности к свету. Помимо этого, он богат витамином ПП, который помогает при бессоннице, и витамином С, полезным при простудных заболеваниях. Не стоит забывать также, что мед содержит витамин Е – мощный антиоксидант, тормозящий процесс старения и борющийся сердечно-сосудистыми заболеваниями. И витамин К, оказывающий положительное влияние на кровообращение. Из микроэлементов мед содержит очень много йода и фосфора, калия и железа, кальция и магния. В том числе и иных полезных веществ. Интересно то, что нынешние ученые, проведя исследования, выявили, что процент большей части микроэлементов в сладком продукте и в крови человека практически одинаков. Также, благодаря своему бактерицидному действию, мед считается натуральным антибиотиком. Для похудения Многие диетологи настоятельно советуют употреблять чай с медом для похудения. Естественно, этот напиток не поможет быстро сбросить изрядное количество килограммов. Но послужит неплохим подспорьем в процессе расщепления жировых отложений, так как у него есть удивительная способность налаживать обмен веществ. Но так как для приведения в норму метаболизма требуется время, результат не будет мгновенным. Диетологи считают, что тем, кто действительно желает избавиться от лишних килограммов, ужин стоит заменить чаем с ложкой меда. Однако прежде стоит проконсультироваться с диетологом, чтобы не спровоцировать неприятных последствий употребления большого количества калорий. Необходимо отметить, что если пить чай с медом на ночь, вы будете крепче спать. Если при этом вы ставите своей целью похудение, то количество калорий в ужине вам следует уменьшить. Что полезнее, чай с медом или с сахаром? Когда официальная медицина признала, что мед более полезен, чем сахар, многие начали пить чай с медом ежедневно. Некоторые, особенно рьяные любители сахара, наверняка уже стали замечать, как растут их объемы, хотя вроде бы сладость глюкозы человеку необходима для нормальной деятельности головного мозга, который питается исключительно глюкозой. В сахаре и в меде присутствует глюкоза. Однако для ее поступления в головной мозг из сахара требуется дополнительная энергия организма и витамины для ее переваривания, тогда как глюкоза из меда поступает в головной мозг естественным путем. Другими словами, из всего употребляемого за день сахара только 20% попадает в головной мозг, остальное откладывается в виде жировых отложений. Глюкоза меда лучше усваивается организмом, попутно снабжая его полезными веществами. И лучше питает головной мозг, давая человеку энергию и силу и, естественно, способствуя похудению. Употребление же сахара в избыточном количестве однозначно приводит не только к лишнему весу, но и к проблемам с кариесом. Таким образом, чай с медом намного полезнее для деятельности головного мозга, но употреблять его также надо в меру. Какой самый полезный мед? Пчеловоды сходятся во мнении, с которым солидарны и ученые, изучающие полезные свойства сладкого продукта, что самый полезный, обладающий целебными свойствами мед, это мед, который собран в том месте, где проживает человек. Причина очень проста. Пчелы создают мед из нектара растений, которые произрастают в местах с биологическими и климатическими условиями определенной местности. К примеру, если человек живет в местности со средними климатическими условиями, то мед из других мест с иным климатом не будет обладать полезными свойствами для его организма. Человеческий организм приспосабливается к тому климату, где человек родился и вырос. И растения, существующие в данной местности, наилучшим образом подойдут для укрепления вашего иммунитета. Следовательно, самый лучший мед для каждого свой. Ведь каждый сорт, которых сотни, имеет свои полезные свойства. Как правильно пить медовый чай? Чтобы действительно получить максимальную пользу от чая с медом, необходимо грамотно совмещать эти два полезных продукта. Мед категорически запрещается класть в горячий напиток. Температура чая не должна быть выше 40 градусов. При более высокой температуре продукт утрачивает свои полезные свойства. Вред меда в горячем чае. Ученые утверждают, что если мед опустить в чай, температура которого имеет 60 градусов и выше, то в продукте образуется оксиметилфурфурол, который считается ядом для человека. Именно поэтому мед не рекомендуют использовать и в выпечке, тем более у этого яда имеется свойство откладываться в печени и вызывать серьезное отравление организма. Поэтому медовый напиток не стоит пить горячим, лучше употреблять его теплым. Однако лучше всего употреблять сладкий продукт отдельно от чая. Наши предки-славяне, кстати, так и делали. Наслаждались чаепитием, закусывая чай медом. Учеными была доказана эффективность такого метода. Исследования показали, что употреблять мед лучше отдельно от чая. В идеале мед не стоит даже разбавлять в теплой воде, если вы привыкли с утра натощак выпивать подобный напиток. Вред чая с медом. В первую очередь, вред чая с медом заключается не только в неправильном, но распространенном способе чаепития, но и в некачественном чае либо меде, либо вместе взятых. Чтобы обезопасить себя от некачественного продукта, приобретать его лучше у знакомого пасечника. Так у вас будет больше шансов, что вы купили настоящий полезный мед. А чтобы чай с медом не навредил зубам после употребления, их рот необходимо ополоснуть водой. Как уже было сказано выше, не стоит злоупотреблять медом. Иначе это спровоцирует лишний вес, а в дальнейшем ожирение. Возможно, спровоцирует и сахарный диабет. Также можно провести стандартный тест на аллергическую реакцию на некоторые компоненты меда и пыльцу. К сожалению, сегодня имеется категория людей, организм которых не принимает этот продукт. Поэтому аллергикам запрещено употреблять мед, иначе последствия могут быть самыми печальными. Запрещено давать мед с чаем или без него детям до 3 лет, так как продукт может вызвать аллергию у еще неокрепшего детского организма. Противопоказания и предосторожности. Любителям употреблять чай с медом утром на голодный желудок следует знать, что максимум через 30 минут вы должны хорошо позавтракать. В противном случае произойдет резкое понижение сахара в крови, что повлечет за собой плохое самочувствие в течение дня. При этом может пострадать поджелудочная железа, так как интенсивно начнет вырабатываться желудочный сок. При беременности. Осторожными должны быть и женщины, находящиеся в положении, даже если раньше у них аллергии на мед не наблюдалось. В период беременности организм женщины очень чувствительны, поэтому перед тем, как начать пить медовый чай при беременности, необходимо посоветоваться с врачом. В целом, не очень горячий чай с медом приносит однозначно больше пользы, чем вреда. Однако во всем должна быть мера. Мед в сочетании с любым чаем – это в большей степени лекарство. Но ведь лекарства мы не пьем постоянно. Вывод простой. Покупайте мед только у тех пчеловодов, которым вы доверяете, и в любом случае не злоупотребляйте прекрасным напитком с чудесным целебным продуктом. А еще лучше употребляйте их раздельно и будьте всегда здоровы, чего я вам и желаю. А также на нашем портале саморазвития читайте и о других интересных видах чая. Например, о пользе чая с мятой, имбирем, яблоком, лимоном, молоком, ромашкой, шиповником, корицей и о полезных свойствах чая с облепихой. Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт – портал обучения и саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok